Здравствуйте! Это новости Дагестана, в студии Джамиля Шарипова. И вот главная тема сегодня. Жертва по собственному желанию. В течение месяца женщина добровольно отдавала мошенникам около миллиона рублей. Хасовский карьер, турнир по джип-триалу собрал автолюбителей со всего Дагестана. Соревнование определит самое скоростное и проходимое авто. В месяц Рамадан акции от Инсан 20 тонн продовольствия фонд раздал малоимущим в Бабаютовском районе. Жительницу Махачкалы почти на миллион обманули брокеры-мошенники. Своей финансовой жертве позвонил аналитик международной компании, который предложил сотрудничество в целях обогащения. Как позднее рассказала 47-летняя женщина, ей показались достаточно убедительными доводы звонившего. В итоге жительница Махачкалы, используя мобильное приложение, в течение марта оформила несколько кредитов на общую сумму 800 тысяч рублей. Затем по просьбе мошенников пополняла присланные ей счета. Красиво обработали, я тоже поверила, хотя в длительность я потеряла, и я взяла кредит. Возбуждено уголовное дело в МВД по региону напоминает, что любые подозрительные предложения надо игнорировать. Лучше найти время и сходить в офис брокера или банка. Как вариант, открыть счет на официальном сайте компании. Прыжки с парашютом и авиамоделирование. Как прыгать с парашютом? Собирать маленькие модели самолетов и поднимать их в воздух. Об этих и других тонкостях авиамоделирования рассказали воспитанники школы-интерната. Программу «Ко дню космонавтики» подготовили активисты Общероссийского народного фронта совместно с региональным отделением ДУСААФ России. Подробности расскажут мои коллеги. Проектирование, постройка и запуск летательных аппаратов. Ребята смогли познакомиться с наукой о полете, с конструкциями самолетов, а также с их применением. Сотрудники ДУСААФ считают, что авиамоделизм формирует у школьников любовь к физике, математике и черчению. Это бензин, это батареи. Раз, два, три, батареи. Вот там приемник. Это у них отдельно. Если бы у нас на трудах так было бы, я бы, может, собрал бы свой макет. То есть ты бы хотел авиационным моделированием заниматься? Да. Авиамоделированием. Да. Не менее интересная программа воспитанников детского дома ждала и в авиационном клубе. Ребята увидели, как раскрывается парашют, узнали, чем отличается спортивное снаряжение десантного и как определить направление ветра для того, чтобы лучше управлять парашютом. Это у нас остается в самолете. Раскрывается стабилизирующий вытяжной парашют. Сегодня очень важно патриотическое воспитание подрастающего поколения и этих детей. И мы сегодня видели, что данного рода мастер-классы для детей очень интересны. Заинтересованность детей побудила организаторов проводить и дальше подобного рода мероприятия, прививать любовь к конструированию летательных аппаратов. Алина Багилова, Даут Гасанов, телеканал ННТ Махачкала. Всероссийский хакатон «Айтикод» завершился в Дербенте. В нем приняли участие 150 программистов из разных регионов России. Команды представили свои оригинальные проекты по развитию туризма, ресторанного бизнеса, волонтерства, культуры и образования. По итогам конкурса первое место досталось. Махачкалинской команде уже выиграли, которой вручили денежный приз в размере 100 тысяч рублей. Второе место также заняла махачкалинская команда «Ди Айти», которой вручили приз в 70 тысяч рублей. Третье место заняла команда «Плексет» из Пятигорска. Ее приз 50 тысяч рублей. Из 31 команды, которая вышла в финал, 3-4 команды точно заслуживают интереса и внимания. И мы продолжим с ними общение после хакатоны. Я думаю, что у них большой шанс выйти в настоящие практические проекты. Грязевые ванны для авто. В Дагестане прошли соревнования по джип-триалу «Хасовский карьер». Турнир был посвящен столетию со дня образования до СССР. На соревнования съехались автолюбители со всех районов. Выступающие отметили, что такого рода состязания популяризирует автоспорт, привлекает внимание молодежи к техническим видам спорта, как форме поведения досуга. Формирует сообщество автолюбителей, любящих автоспорт, а не просто бездумную скорость на дорогах. Участники турнира соревновались в двух категориях – стандарт и экстрим. По итогу всем победителям и призерам были вручены медали, губки, ценные подарки и денежные сертификаты от организаторов и спонсоров турнира. Муфтий Дагестанов встретился с делегацией из Сергакалинского района. На встрече присутствовал глава муниципалитета Магомед Амаров. В ходе беседы шейх говорил о важности качественной работы богословов. От этого, по его словам, зависит духовно-нравственный климат в обществе. Раньше, сейчас, что не убивают, это вам как пример, чтобы у вас дух поднялся, я это рассказываю. Ко мне подходили многие имами и говорили, мне угрожают. Я набирал смелости, если я здесь буду слабенько дать, дальше тоже пойдет. Я говорю, не переживай. Угроза жизни не сокращает. Жизнь тебя определил с вишним. А если тебе суждено умирать, мы тебя похороним. И туда будем назначать другого человека. Так что ты не переживай. Вот мои им были ответы, и результат хороший дал. Когда Курам Мухаммада убили, вместо него я его сына поставил. Чтобы все знали, духом даже семя не падал. Мухаммад хорошо эту ситуацию знает. Когда Максуд Хаджи убил, его брата поставили. Сейчас надо профилактику делать, чтобы вот это у нас не повторилось. Глава муниципалитета Магомед Амаров поблагодарил. Благодарил духовного лидера и его команду за просветительскую и благотворительную работу, которую они проводят в Сергеокалининском районе. В преддверии Рамадана и Дня благотворителя фонд Инсана организовал масштабную акцию. Подробности расскажет Хамзан Рамагомедов. Пусть счастье, которое сегодня вы принесли в мой дом, будет и в ваших домах. Пусть ваше здоровье будет крепким, чтобы вы и дальше могли продолжать добрые дела. Я очень обрадовалась, когда вы мне позвонили. 20 тонн продовольствия, более 2000 продуктовых наборов. Малоимущие семьи Бабовертовского района получили коробки добра. В Рамадане никто не должен остаться голодным, отмечают организаторы. Охвачиваются все нуждающиеся семьи, которые в списках по Бабовертовскому району. Сегодня всем районам сплотились для решения проблемы нуждающихся семей Бабовертовского района. Подготовка, расфасовка и распределение. Десятки волонтеров. У каждого свои задачи. Те, кто на машине отвозят продуктовые наборы прямо до дома. Сахар, мука, рис, гречка, макароны, подсолнечное масло и чай. Это набор одного пайка на каждого члена семьи. Активную помощь оказали представители администрации района. Не только нашей мусульманской уме раздаем продуктовые наборы, но и представителям русскоязычного населения, проживающего на территории нашего района. Мы благодарны фонду «Инсан» за такую большую акцию республиканского масштаба. Продукты питания получили не только мусульмане. Фонд «Инсан» оказал поддержку всем, кто остро нуждался в ней, независимо от нации и конфессии. Спасибо огромное фонд «Инсану», что помогаете нам продуктами, что не забываете, что мы есть. Вам огромное спасибо. Спасибо вам большое. Дай вам здоровья, счастья, всех, что нас заботило, нас смотрело. Как отмечают организаторы, подобные благотворительные акции будут проходить по Дагестану в течение всего месяца рамадан. Хамзанур Магомедов, Салмаги Тихмаев, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Баба-Иртовский район. Накануне онкологическое отделение детской и республиканской больницы посетили волонтеры партии «Единая Россия» и профсоюза медработников Дагестана. Возглавила делегацию с подарками председатель профсоюза, региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Зумруд Бучаева. Сегодня мы приехали в отделение онкологии и гематологии для того, чтобы порадовать наших детей в этот знаменательный день. Поехали! В День космонавтики детям рассказывали о празднике и геройском подвиге Юрия Гагарина. Ровно 60 лет назад Юрий Алексеевич совершил первый в мире орбитальный облет Земли. У юных подопечных онкогематологического отделения свои высоты и свои победы. Когда-то рядом с Гагарином были лучшие в мире конструкторы и инженеры. А сейчас рядом с героями детской больницы находятся сильные духом родители и преданные своему делу медицинские работники, и люди, способные принести в их жизнь немного ярких красок. Такая команда ничем не уступает космической. Лечение наших детишек онкологических складывается из длительных капельниц, которые протекают сутками, из множества процедур, болезненных процедур. Поэтому нам хотелось бы, чтобы наши детишки, находясь в стенах больницы, они максимально были приближены к домашним условиям. Эти акции позволяют этим детишкам чувствовать, что они не одиноки в своей борьбе. Они окружены добрыми людьми, которые не забывают про них. Коллектив исторического парка «Россия. Моя история» проходит вакцинацию от ковида. Накануне группа сотрудников во главе с директором Тимуром Велихановым получила первый компонент вакцины. Как отметил руководитель исторического парка, все чувствуют себя хорошо и работа по иммунизации коллектива от вируса будет продолжена. Учитывая, что команда проекта контактирует с большим количеством людей, вакцинация – это необходимое мероприятие. Махачкалинский торговый порт признан лучшим предприятием России. Такое решение вынесено Оргкомитетом международного экономического рейтинга «Лига лучших предприятий России». Статус предприятия года 2020 – это специальная почетная награда, которая вручается исключительно предприятиям, вошедшим в топ-компании России. В прошлом юбилейном для предприятия году Махачкалинский торговый порт перевалил около 5 миллионов тонн различных грузов. Несмотря на экономический кризис и ограничения, введенные в связи с пандемией, коллектив предприятия не только не снизил объемы грузооборота, но и обеспечил рост производства более чем на 100%. Пятеро дагестанских вольников вошли в состав сборной России для участия в чемпионате Европы. Турнир в Варшаве стартует 19 апреля. В заявку национальной команды вошли в основном вторые номера сборной. Так, в столице Польши выступят медалисты чемпионата России Аббас Гаджи Магомедов, Разамбек Жамалов, Загир Шахиев, Магомед Курбанов и Алихан Джабраилов. Также сегодня стал известен состав команды борцов-классиков В весе до 87 кг сборную страны представит победитель Кубка мира Милат Алирзаев. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Всего доброго и до свидания.